Женщин, это в Рязани, так сказать, вы будете первыми слушателями этой истории, вот это только-только наше, так сказать, разыскание, помогли собрать эту информацию. 20 апреля 1942 года судебные коллегии по уголовным делам Карагандийского областного суда в Акмолинском отделении Королага в том самом Алжире 11 женщин, заключенных, членов семьи изменников Родины, были приговорены к высшей мере наказания и расстрелу. Вот удалось установить, что среди этих казненных в ГВД верующих женщин было три рязанских урожая. Это Наталья Семеновна Карих, крестьянка, староста церкви, родилась в 1885 году близ села Романово на границе Танковского уезда Рязанской губернии и Лебедянского уезда Танковской губернии. Работал в индивидуальном хозяйстве. Арестован 10 декабря 1937 года по групповому делу монахини Андреевой, Супановой и других. Содержался в Танковской тюрьме. 30 декабря 1937 года была осуждена тройкой привод ГВД по Рязанской области по 58 статье на 8 лет лагерей. В лагерной карточке Натальи Семеновны после расстрела появилась такая страшная запись. 31 июля 1942 года списана со счета. Александра Михайловна Смолякова, тоже крестьянка, родилась в 1880 году, там же на границе Танковского уезда и Лебедянского. В 1939 году была осуждена по 58 статье на 10 лет лагерей. Срок отбывала в Алжире. Наталья Федоровна Копытина, крестьянка, родилась в 1885 году, там же на границе Танковского уезда губернии Лебедянской-Танковской, около села Пороя. Арестована НКВД 17 декабря 1937 года по групповому делу крестьян-церковников Гамаюнова, Ильина и других. Наталья Федоровна обвинялась в членстве в контроляционной церковной группировке антисоветской и антиколхозной агитации, направленной на разложение трудовой дисциплины, высказывания мемблистов к советской власти. Слежала в Танковской тюрьме, была осуждена тройкой при Рязанском УНКВД на 8 лет лагерей, срок отбывала в Алжире. В обвинительном заключении говорится, что они, отбывая меру наказания по первому приговору в Акмолинском отделении Карлака, будучи враждебно настроенными к советской власти, на протяжении всего времени проводили контроляционную деятельность среди заключенных, направленных против советского строя, которые заключались в проведении религиозных обрядов, виновными себя не признали, за исключением того, что они религиозные и проводили религиозные обряды. Вот все они за это были расстреляны. Субтитры создавал DimaTorzok